Православные христиане празднуют Богоявление. Повсеместно открылись крещенские купели. В столице утро у верующих горожан сегодня началось с церковной службы и благословения воды в Кафедральном соборе города. Затем процессия отправилась в центральную городскую купель. Репортаж Ивана Подойницына. Согласно учению церкви, водоосвящение совершается для придания воде благодати Святого Духа, а человек, омываясь, уподобляется Сыну Божьему, крещеному в Иордане. В действительности же из года в год каждый закладывает свои смыслы и испытывает соответствующие эмоции, будь то очищение, вызов себе или напоминание обетов. У меня свои личные семейные причины. Я как бы сам человек некрещенный. Ну вот девятый год уже на крещенские морозы стабильно приезжаю. Жена не могла родить, скажем так, лежала в больном роддоме. Я вот искупался 19-го числа, первый раз в своей жизни, 9 лет назад. И она 21-го спокойно родила. Вроде бы как душу отчистил. Летать охота, душа. Взлететь хочется. Как на крыльях. Очень хорошо, свежо, вообще классно. Правда не получилось три раза окунуться, но вот так вот. После этого легкость в организме. И вообще надеюсь, что буду здоровый весь год. Будущий. Поэтому мне классно, очень хорошо. Надо, советую всем. В благословленную прорубь на протоке Зеленого Луга в 12-й раз, как и в первый, первыми окунались официальные лица города, для некоторых из которых обряд уже давно стал традицией. Я погружаюсь больше 10 раз, вот как у нас якутские крещенские окупания были при владыке Зосиме возрождены. Вы знаете, мы же, хотя люди, живущие в век науки, разных технологий, мы очень многого не понимаем до сих пор. И тайны мироздания многие для нас непонятны. Вот то чудо, явление святой воды, которое бывает в день крещения, это, конечно, великое чудо, которое нам дарит Творец, для того, чтобы на самом деле мы и духовно тоже очищались в этот день. Заходить в крещенскую купель или не заходить, будучи некрещенным, по словам архиепископа, остается делом личного выбора, но если человек это совершает, то он уже на пути к Богу и вере. Смысл подражания Христу, как Христос окунулся в воды, святой воды, и через свой пример показал, как нам нужно действовать, как нам нужно жить, через молитву и через участие в таинствах церковных. Так и мы, подражая Христу, поступаем. Это объяснение для каждого. Несмотря на то, что мы живем в одном из самых холодных регионов страны, но оттого у нас и наиболее комфортные условия погружения в крещенскую купель, так как мы делаем это не на открытом воздухе, а в палатке температура, в которой порядка 23 градусов Цельсия, температура же воды около 4-5 градусов. Следует напомнить, что это в большей степени полезная процедура, так как в организме происходит перераспределение крови и очень большой выброс адреналина. Ну а холод нужно просто перетерпеть. Священное мероприятие организуется на территории 26 муниципальных районов, а также двух городских округов, под которые оборудованы 44 купели. На проходящих погружениях задействовано более 600 человек личного состава и около 150 единиц специальной техники. К обеспечению безопасности, а также безопасного проведения данных мероприятий, будет выставлено 44 совместных поста. Они будут организованы совместно с Русской Православной Церковью, совместно с Якутским Казачеством, правоохранительными органами, медицинскими службами. С 18 по 20 число приведены в режим функционирования повышенная готовность с целью реагирования на своевременные. Иван Подойницин, Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск.